ПЕСНЯ 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 В декабре 2018 года в Петрограде на улице Надеждинской, дом 35, ныне Маяковского, открыт Институт Нешкольного Образования. В его структуре выделена книжно-библиотечная группа для подготовки библиотечных кадров. Самая многочисленная по набору – 96 человек. Возглавил ее сам директор Института Василий Адамович Зеленко. Выпускник Цюрихского университета, известный к тому времени деятель нешкольного образования, библиотекарь и автор работ по руководству чтениям. В 20-е годы в Институте проходили бесконечные реорганизации, переименования, идеологические чистки. Книжно-библиотечная группа становилась то комиссией, то кафедрой, то отделением. Понятие «кафедра» окончательно утвердилось в Институте только с 1932 года. В то время заведующие кафедры сменялись довольно часто. Эстафету от Зеленко принял Александр Григорьевич Фомин, известный литературовед и библиограф, выпускник Петербургского университета, ученик Венгерова, последний президент Русского библиологического общества. В 22-м году кафедра разделилась. На кафедру общего библиотековедения под руководством Натальи Алексеевны Альмедингентумим, педагога-литератора, впоследствии заведующей кафедрой педагогики Ленинградского института имени Герцена и кафедру практического библиотековедения под руководством Оскара Эдуардовича Вольценбурга, библиотекаря-искусствоведа, впоследствии директора Ленинградской центрально-градской библиотеки и научной библиотеки Эрмитажа. С 25-го по 32-й год кафедра существовала в виде библиотечной комиссии. Новым адресом института стала Дворцовая набережная, дом 2. Руководили кафедры до Великой Отечественной войны еще несколько человек. Яков Ефимович Киперман, ранее заведывавший библиотекой военно-политической школы имени Энгельса, библиотекой завода «Красный треугольник». Александр Яковлевич Виленкин, бывший заведующий библиотечной секции Костромского отдела народного образования, затем инструктор ленинградского губполитпросвета, был репрессирован в 1937 году. К сожалению, фотографии не сохранилось. Александр Васильевич Усов, ранее декан библиотечного отделения института, впоследствии начальник управления библиотек наркомпроса РСФСР. Директор нашего института в 1945 году, директор публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина в 1946 году, инструктор отдела ЦК КПСС до 1958 года. Он был участником Великой Отечественной войны. Анна Карловна Шкеля, выпускница библиотечного отделения института, затем аспирантка и преподаватель, заведующая аспирантурой. Екатерина Аркадьевна Горш, выпускница бестужеских педагогических курсов, затем библиотечного факультета и аспирантуры института. Заведовала Центральной городской библиотекой, библиотеками заводов «Большевик» и «Красный треугольник». Она была первой завкафедрой со степенью кандидата наук и званием доцента. Каждый из этих людей имел опыт библиотечной работы, был хорошо известен в профессиональных кругах Ленинграда. Усилиями довоенных поколений преподавателей кафедра библиотековедения была сохранена, обрела стабильность, сформировала комплекс учебных дисциплин, укрепила связи с библиотеками, определила направление научной работы. Великая Отечественная война и блокада Ленинграда прервали деятельность Ленинградского библиотечного института имени Крупской. Лишь в 1944 году он возобновил свою работу. Сначала, как факультет прединститута имени Герцена, а с 1945 года, как самостоятельный вуз. Послевоенная история кафедры советского периода связана с именами таких заведующих, как Татьяна Васильевна Крюгер. Именно ей выпала задача восстанавливать работу кафедры с 1945 по 1948 год. Она была выпускницей института, заведовала несколькими библиотеками, в том числе методическим кабинетом Центральной городской библиотеки Маяковского. Была зам директора библиотечного комитета ВЦСПС, а с 1956 по 1958 год стала деканом библиотечного факультета Екатерина Аркадьевна Горш, вновь ставшая завкафедрой с 1948 по 1955 год. А далее? Сидя на этом стуле, обдумывал планы работы кафедры, подписывал служебные и научные бумаги, консультировал аспиранта в течение 17 лет Василий Федорович Сахаров. Видный библиотековед, организатор библиотечного дела, общественный деятель, декан библиотечного факультета в первое послевоенное десятилетие. Я принял кафедру от Василия Федоровича Сахарова в 1974 году. Но знал я Сахарова, конечно, значительно раньше. Мое знакомство с ним началось еще с тех лет, когда я преподавал в Киргизском УКП нашего института регулярно, ежегодно приезжал в институт и встречался с Василием Федоровичем. Василий Федорович на меня производил впечатление человека весьма такого сурового. Честно говоря, я так немножко побаился, пока не узнал его, как говорится, достаточно близко. Особенно близко я с ним познакомился, когда мы вместе с ним были из группы наших студентов на практике в Чехословакии. Был, конечно, очень крупным специалистом в нашем деле, пользуется большим уважением со стороны библиотечной общественности. Его хорошо знали не только на уровне нашего института, но и в министерстве культуры. Ну что еще я хочу сказать, разоговорили про Сахарова. Я старался по возможности сохранять те традиции, которые были сложены при Материи Федоровиче, чтобы какая-то приемственность в этом чувствовалась. Что касается научной работы кафедры, то она в эти годы, по-моему, вела достаточно активно. Кафедра вела почти параллельно ни одну научную проблему. Это проблема централизации библиотечной сети, это проблема читательского развития читателей ведения, это проблема управления библиотечным делом. Сейчас наша кафедра, с учетом, что там продолжают работать еще пенсионеры, заслуженные по своему стажу работы, наша кафедра располагает наиболее, как говорится, вот такие высококвалифицированные библиотечными кадрами. Ну и что остается им пожелать? Что вот направление повышения научного уровня кафедры не прекращалось бы, не повышалось. Ну, у нас есть молодые талантливые преподаватели и, так сказать, не только молодые, но и, так сказать, среднего возраста, которые вполне бы могли по своим силам, по своим талантам, по своим возможностям, могли бы защитить тоже доктор-иссертации. А так, надо сказать, что если посмотреть на состав кафедры, то она действительно обладает высококвалифицированным коллективом. Я думаю, что библиотечное образование никуда не исчезнет и потребует библиотечных кадров. Всегда будет. С 1986 по 1993 год в связи с капитальным ремонтом главного здания института кафедра находилась на миллионной улице дом 7 и вновь вернулась на дворцовую дом 2. К этому времени кафедре были достигнуты большие результаты в научной, учебно-методической и общественной деятельности. Несколько десятков преподавателей в разные годы отдавали свои знания, опыт и тепло души студентам. Назвать одних и не назвать других было бы несправедливо. Каждый внес свой вклад в общее дело. Имя его не забыто и навсегда вписано в летопись кафедры. В трудные 90-е годы Ленинградский институт культуры, как и вся страна, существенно изменился. Очередную реорганизацию испытала и кафедра. В 1995 году я была назначена заведующей кафедрой библиотеки видения. Всего на новой кафедре было 14 человек. Из них один доктор наук и два профессора, 10 человек – доценты, остальные – старшие преподаватели. Работа кафедры очень тесно связана со специалистами, которые работали в библиотеках. Это, прежде всего, большую работу в области преподавания осуществлял бывший директор Российской национальной библиотеки – это Зайцев Владимир Николаевич. Ну, кроме Зайцева Владимира Николаевича, на кафедре работали преподаватели, зам директора по информационным делам Жабко Елена Дмитриевна и ряд других преподавателей. Перед кафедрой были поставлены ряд задач, поскольку в этот период был принят новый учебный план. Одна из задач – это разработка дисциплин специализации или мелких спецкурсов. Все преподаватели кафедры приняли участие в этой работе. Кроме учебной методической работы, кафедра занималась и разработкой научных исследований. Людмиле Викторовне Трапезниковой пришлось руководить кафедрой в непростое время. Был введен первый образовательный стандарт. Проходила кардинальная перестройка подготовки библиотечных кадров. Кафедра приобрела общепрофессиональный статус и обеспечивала преподавание важнейших дисциплин – общее библиотековедение, библиотечный фон, библиотечные каталоги, библиотечный менеджмент, автоматизированные библиотечные технологии. В практику преподавания вошли интернет, цифровое индексирование и поиск информации в электронном каталоге, которые начали создаваться в ряде библиотек. И кафедра приняла участие в организации и использована формата Марк, особенно формата Росмарк, приспособленная для библиотек нашей страны. В этот период на кафедре продолжала работать научная школа Анатолия Николаевича Ванеева и научная школа Римма Федоровна Гринина. В этот период на кафедре было защищено несколько кандидатских диссертаций и одна докторская – Галина Владимировна Варганова. В 2004 году после объединения с кафедрой социологии и психологии чтения кафедра библиотековедения вновь обосновалась на Миллионной улице, дом 7. Кафедрой я стал заведовать в 2004 году. Появление этой кафедры было вызвано тем, что появился новый образовательный стандарт. Началась реорганизация на факультете. Объединены были в частности кафедра социологии и психологии чтения с двумя методическими комиссиями кафедры библиотековедения. И получилась такая новая большая кафедра, которая стала называться кафедра библиотековедения и теории чтения. И состояла эта кафедра из трех методических комиссий. Нужно сказать, что эта кафедра является системообразующей на факультете, ибо она является кафедрой, в которой преподаются фундаментальные и важнейшие дисциплины, без которых библиотечная как теория, так и практика существовать не могут. Трудностей было много технических. Прежде всего, нужно было создавать новые программы, потому что новый учебный план был. Тут вся кафедра очень активно принимала участие. И мы в очень короткий срок обеспечили почти все основные предметы новыми программами. И учебный процесс шел у нас более или менее нормально. Даже это объединение, как мне кажется, было более полезным, чем существование двух отдельных кафедр. Кафедры социологии и психологии чтения и кафедры библиотековедения. Если говорить о перспективах кафедры, то мне кажется, что кафедра по-прежнему должна крепить связь с практикой, разрабатывать теоретические позиции и внедрять в работу преподавателей новые методики, которые будут способствовать улучшению образовательной, практической подготовки студентов. Нужно сказать, что в последнее время в стране очень ухудшились условия работы ряда библиотек. И кроме того, сам процесс чтения не стал пользоваться таким интересом, как это было раньше. Задача наших преподавателей – сделать все для того, чтобы студенты, оканчивающие наш вуз, почувствовали значение тех курсов, которые они слушают сейчас, и чтобы они могли рассказывать читателям о возможностях библиотек, открывать им все, что имеют наши библиотеки, делать из них подлинных читателей, понимающих книгу. Люди, которые бросают чтение, перестают мыслить. Это страшная вещь. Перед библиотеками стоят огромные задачи, очень важные задачи. И эти задачи наши студенты до сих пор в основной своей массе выполняли неплохо. Кроме того, нужно, чтобы кафедра больше внимания уделяла методологическим вопросам, потому что методология – это фундамент развивающихся библиотековедения, библиографоведения и книговедения. Наша кафедра – инициатор, пионер во внедрении в учебный процесс методологии библиотечных исследований. Это у нас внедряется с 1974 года. Вначале в нашем вузе, а затем наши ученики стали внедрять методологию, методику преподавания в других вузах, в которых они стали работать. Кафедра является очень важной кафедрой на факультете. Она как бы объединяет те предметы, без которых существовать не может ни библиотечный информационный факультет, и без знания которых не могут работать библиотекари практики. Я желаю нашей кафедре больших успехов, а преподавателям – счастья и понимания студентов. У кафедры было много руководителей, ярких личностей и профессионалов библиотечного дела. Они объединяли вокруг себя единомышленников, от рядовых преподавателей до профессоров. Среди них – люди разного происхождения, разного образования, разных жизненных судеб. Иногда коротких, оборвавшихся до срока, но ярких. Кафедра помнит. Всех преподавателей библиотечного факультета, посвятивших себя благородному делу обучению и воспитанию студенческой молодежи, можно определить одним емким понятием – петербургские интеллигенты-гуманисты. Спустя 95 лет со дня основания кафедра библиотековедения и теории чтения является ведущим научно-образовательным подразделением библиотечно-информационного факультета. Наша кафедра готовит выпускников двух направлений. Это библиотечные менеджеры, то есть руководители библиотечно-информационных учреждений, то есть элита этих учреждений, те люди, которые будут заниматься стратегическим управлением, тактическим, оперативным управлением библиотек и других информационных служб. Второе направление – это организаторы и технологи продвижения чтения. Сегодня в ее коллективе 14 человек, среди которых выдающиеся российские библиотековеды. Профессор Анатолий Николаевич Ванеев, ветеран Великой Отечественной войны, Владимир Семенович Крейденко, Валентина Александровна Бородина. За каждым из них стоят научные школы-кафедры, десятки подготовленных для России и зарубежных стран кандидатов и докторов наук. Научная деятельность кафедры плодотворно развивается. С 2008 года проходит международная научно-практическая конференция «Сахаровские чтения». Проводятся профильные исследования, в том числе в тесном сотрудничестве с библиотеками, рецензирование научных работ, готовятся учебники, монографии и диссертации. Учебно-методическая работа кафедры в настоящее время ориентирована на подготовку бакалавров и магистров библиотечно-информационной деятельности. Разрабатываются новые учебные дисциплины, развиваются интерактивные формы занятий. Много внимания уделяет кафедра культурно-воспитательной работе со студентами. Много внимания уделяют кафедры в настоящее время. Много внимания уделяют кафедры в настоящее время. Но в жизни кафедры есть не только трудовые будни, но и праздники. Я хотел бы поздравить нашу родную кафедру с юбилеем, пожелать дальнейших творческих успехов, пожелать, чтобы наши студенты любили и с удовольствием посещали занятия именно по нашей кафедре, и чтобы наша кафедра пользовалась неизменным уважением среди других кафедр нашего университета. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»